Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы знаете, вот на так называемой России, в этом каком-то безумном стремлении вернуть все взад, вообще у них все движение, вы заметите, у них движение вместо того, чтобы идти вперед, вот как у нормальных людей, все развивается вперед. А у них все взад, в Савок, в ГУЛАГ, вот в эти все дела, да, вот пытаются вернуть назад в Пионерию, в Комсомол, то есть ничего нового не выдумывает, все назад. Ну да бог с ними, да, так вот в безумном абсолютно, там вот каком-то стремлении идти взад, вот только что Боброедка с Симоняном просто побили все рекорды. А с другой стороны, они подтверждают то, о чем я очень много раз вам всем говорил. Даже смотрите, я много раз, в принципе, говорил о том, что в результате вот этих всех действий, которые они сейчас проводят со своими манипуляциями, скажем так, со своими чмобиками, со своими зэками, со своими военными, вот эти военные после поражения России вернутся домой и устроят там большой бурумбашлык, из которого получится шашлык из богатых людей. И вот, собственно говоря, об этом, кстати, можете послушать сейчас, очень интересное там, да, выступление Боброедки Симонян, ссылочка на этот спич, так сказать, если можно так назвать, у нас в описании к данному ролику, но вот просто послушать стоит. Значит, смотрите, она в этом спиче призывает просто по методичке большевиков сразу после Октябрьского переворота, да, вот 20-е годы прошлого века, ровно 100 лет назад проводились, что там, раскулачивание, конфискация, отъем излишков, как тогда считали большевики, да, богатых людей делали бедными, бедных людей делали еще беднее, то есть большевики добивались того, чтобы больше не было богатых, да, они не добивались того, чтобы все были богатыми, они просто сделали уравниловку таким образом, что богатых в стране больше не было, все стали нищими, завидовать стало некому. Хотя нет, появилась своя элита, для них были спецмагазины, в этих магазинах была даже колбаса хорошая, вкусная, да, и даже раз в году можно было бы купить апельсины, я помню, я ел раз в году. Не, они, конечно, ели чаще, чем раз в году апельсины, вот, но тут дело такое. Значит, что она предлагает? Она предлагает вот этим вот воякам, которые вернутся с фронта, просто взять, они же с оружием вернутся, и забрать то, что им принадлежит. Более того, она предлагает раскулачить крупный бизнес и средний бизнес российский, с тем, чтобы он отдал деньги на вот эту захватническую военно-фашистскую операцию в Украине. А тех, кто не захочет, ну, значит, заставить, заставить эти деньги уплатить. То есть, она, де-факто, она предлагает погромам и конфискациям. То есть, это то, что было уже, это сто лет назад проходили, ровно сто лет назад. И в этом, вот, знаете, стремлении бомроедки, тут хочется заметить две вещи. Первое, если она предлагает начать с бизнеса какого-то, ну, вот она может как раз и начать с себя самой, потому что явно персоны не бедные. И Соловьева, вот они там на, сколько я знаю, там на Роллс-Ройсе ездят, да, значит, бедный на Колымел там каким-то образом, вот могут себя и начать Роллс-Ройс передать на фронт, или что там у него, Бенкли или Роллс-Ройс, ну, вот свой Мерседес передать на фронт, попродавать все свои платья, все свои наряды, все свои бирюлики, и явиться в следующий раз в рубище в студии. И вот выступать уже без такой дорогущей косметики, без мастажисток, без всего этого дела, ну, потому что это скромно, это же пойдет на фронт для ребят, которые вас защищают, неизвестно, правда, от кого и неизвестно зачем, но вы же хотите это исправить, так-то начните, как говорится, с себя. И еще один, второй момент по этому вопросу, дело в том, что вот за этими конфискациями, за этими погромами и за этим раскулачиванием следует неминуемо, абсолютно неминуемо, следует еще одно последствие, это голод. И это то второе, о чем я всегда говорю, что на России будет голод. Вот с теми вот, с тем направлением и с тем усердием, как они в этом направлении идут, голод на России будет просто неминуемым. Увидите, они сначала укандропупят большой бизнес, моментально укандропупят средний бизнес, оставят какие-то мелкие артели, оставят в результате народ без шратвы, увидите, оно будет неминуемо, потому что они уничтожат еще и сельское хозяйство, с вероятностью 100%. Сейчас кажется немножко фантастикой, но подождите, подождите, они уже так взялись за дело, Риана, ведь они же не просто так, они все это говорят по методичкам, боброедка без разрешения, без методички, вообще не вякнет ни одного слова. Соответственно, увидите, что в очень скором времени все, что они говорят, станет таким вот очень прискорбным, прискорбным явлением в бывшей России, точнее на бывшей России, потому что, хотя с другой стороны, когда говоришь о России, в чем о ней будем плохо говорить, о покойниках или хорошо, или ничего, значит ничего.